пообщаться с нашим следующим спикером. Да, это заместитель главы администрации города САКИ Тимур Асанов. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, уважаемая студия. Да, и мы уже говорили сегодня о дорогах, о их реконструкции, но и в продолжении темы расскажите, пожалуйста, какие работы сейчас проводят в САКах. Ну, в САКах на сегодняшний день проводится достаточно огромное количество работ. В этом году мы бьем рекорды не только для города, но, наверное, и для всего Крыма. В соответствии с программой «Современная городская среда» у нас 120 миллионов выделено на реконструкцию уличной дорожной сети города. Это 9 объектов. По двум объектам работы уже кипят. По одному из них уже мы практически выходим на финишную прямую. Нам осталось только финальный слой асфальта закатать, и, в принципе, уже объект будет готов к сдаче. По остальным объектам проведены уже все мероприятия по заключению договоров, контрактов, и я надеюсь, что за исключением одного проблемного объекта все эти мероприятия будут завершены до конца мая текущего года. Ну, и также достаточно интересная программа, в которой мы участвуем, это дорожная деятельность по линии Министерства транспорта Республики Крым, 6,4 миллиона. Также три дороги у нас под ремонт идут. Это улица Морская, которая на сегодняшний день является дорогой, которая проходит возле всех санаторно-курортных учреждений нашего города. Это также Михайловское шоссе, достаточно такая активная улица, и улица Ивановой. Ну, то есть все эти три улицы, они тоже будут завершены работы на них к маю, да, к концу мая? Не просто к концу мая, на этой неделе мы заключаем договор с подрядной организацией, я думаю, к началу следующей недели мы заключим договора и начнем работы. А по поводу вообще остальных других строительных работ, на каких этапах сейчас они находятся, помимо тех перечисленных улиц? Ввиду ограничений, которые распространяются в соответствии с указом, точнее не распространяются в наших подрядных организациях, которые работают на линейных объектах, все работы у нас ведутся достаточно большими темпами, все стройки кипят, несмотря ни на что, все объемы выполняются, все планы графики выполняются, хотя люди работают в тех условиях ограничений в масках, соблюдая социальную дистанцию. У нас ежедневно практически контролирует Центр оперативного реагирования Совета Министров, поэтому в принципе нарушений нет, работы ведутся, и у нас замечаний тоже нет. Ну а сколько людей задействовано в работе? Ну, если говорить по всем объектам, более 100 человек на сегодняшний день работают в городе Санки. А какую улицу первую можно будет уже увидеть, готовую, чтобы по ней пройтись или проехать на работу с разрешением в маске и дистанцируясь? Ну, вот буквально на прошлой неделе ваши коллеги приезжали к нам на улицу фестивальную, там у нас было просто, ну, все разрыто, перерыто, практически война была. То есть я думаю, уже начало следующей недели мы приглашаем ваших корреспондентов и встретят уже новый, еще теплый асфальт, красивые дорожки и, может быть, даже где-то уже освещение. Спасибо вам большое. Напоминаю, что с нами общался заместитель главы администрации города САКИ Тимур Асанов. Ну, желаем вам доброго утра и попыстрее завершить все свои начинания, работы, в том числе и строительные.